Доброе утро! Встречаем наших музыкальных гостей. Это Юлия Гусева, вокалистка Егор Ступников. Друзья, аплодисменты. Ребята, значит, сегодня мы будем что делать? Петь и играть. Все верно? Конечно. Ну что, ребят, рассказывайте, как начинается обычно ваше утро, потому что вы люди творческие, люди интересные. На самом деле это такое клише, что у творческих людей утро начинается обязательно с творчества. Не, ничего подобного. На самом деле у меня вот утро начинается с котиков. Это уже хорошо. Прекрасно. И так получилось просто, что у меня их сейчас два. То есть один это мой кот, и второй тот, которого я взяла из группы «Дари добро» временно, но он у меня прижился постоянно. Соответственно, каждое утро начинается с того, что они мне гипнотизируют. Вот и все. Дай покушать, да? Лежи, лежи. Конечно. Нет, дай покушать. В смысле лежи? Нет, крутая, мне бы такого кратить не вставать. Не, не, скорее тут наоборот. Вставай скорее, корми меня. Хорошо, Егор, а у вас как? Ну, мое утро начинается с того, что я три раза выключаю будильник. И дальше делают тщетные усилия встать, как правило, успешные. Но это не значит, что я к этому моменту проснулся. Хорошо. Ребята, вот у вас вы пока две разные творческие единицы, как вы нам сказали, да? Расскажите, какими проектами вы сейчас занимаетесь, что у вас в приоритете, где вас можно увидеть, услышать. Окей. Ну, то есть, изначально у меня остается по-прежнему моя группа Виего. Это Gothic Doom Metal. То есть, ребята по-прежнему репетируют, они по-прежнему активны, они по-прежнему в деле. Выступают не так часто, как хотелось бы, но тем не менее у них есть материалы и ведутся какая-то работа в этом плане. Потом, конечно, моя основная группа сейчас — это Aaron Souls. Она наиболее активна. С ней я провожу максимальное количество времени. То есть, туда уходит большая часть моих сил, моего внимания, времени и всего в целом от меня. Вот. Сейчас у нас впереди предстоит несколько концертов. Основной, конечно, это будет 8 сентября в субботу фест. Верни мне, 2007. Восьмого октября у нас будет еще рок-фест, посвященный движению в защиту животных. Пока еще место неизвестно, но известна дата и, в принципе, общий набор групп тоже известен. Вот. И последний мой проект, который организовался позднее всего, это акустика с Марией Симон, которая называется Sigma. То есть, график-то плотничком, я так смотрю. Ну, это случайно, на самом деле, сложилось. Не всегда так получается. Есть предложения, от которых мы обычно не отказываемся. А, не так говорить. Да, график плотный, поэтому успейте записаться. Окей. Егор, расскажите про свой проект. Без проблем. Я упомяну все-таки два проекта. Первый, и он же основной, это инструментальный проект Somewhere Inside of Me. Мы играем довольно атмосферный пост-рок. Вот. Из планов с этой группой у нас буквально в середине сентября ожидается выезд в три города с концертами. Вот. И точно на осень будем планировать еще сольный концерт. Но дата и место пока не определены, поэтому это мы будем управлять позднее. Вот. И есть еще второй проект. Это чисто кавер-проект. Играем в компании старых друзей. Называется Wow Party. Сейчас больше занимаемся какими-то собственными музыкальными экспериментами. Но выступаем, к сожалению, пока крайне редко. Но, надеюсь, это получится изменить. Будем менять ситуацию. Это точно. Потому что, ребята, вы же играете металл, да, тяжелую рок-музыку. Это так? Мне кажется, будет правильнее сказать, что мы играем практически все. Практически все. То есть вы такие музыканты огромного, да, спектра. Можно все что угодно. Ну, на самом деле, зачем себя сейчас ограничивать? То есть, ну, у Егора, на самом деле, спектр музыки намного шире. Потому что я действительно все-таки больше рок играю. Даже если это акустика, то это все равно какие-то композиции из ряда рок-музыки. У Егора здесь ограничений намного меньше, чем у меня. То есть он шире музыку воспринимает. А как пришли вот именно к такому направлению? Хочу рок. А ты знаешь, это случайно. То есть то, что ты чувствуешь, то, что ты хочешь играть. У меня вообще изначально такая мысль была. Это было в 2011, по-моему, году, когда я захотела заниматься музыкой. Я тогда уже сразу решила, что это будет именно рок-музыка. И вот как раз тогда я пришла в свою первую группу в ЕГО, которая, собственно, до сих пор и существует, и в которой я до сих пор нахожусь. Ну, мои ориентиры, они с тех пор не сильно поменялись. Ну, может быть, сейчас эта музыка немного более какой-то такой активный рок. Раньше это был более спокойный. Сейчас это больше альтернатива и больше new metal. То есть больше в таких стилях. А кто вдохновляет на творчество? Ну, из музыкантов? Да, из музыкантов. В целом. Ой, тут очень много. Я не могу назвать... Не, я могу, в принципе, назвать какие-то отдельные даже группы. То есть это, может быть, In This Moment группа, это The Praetor Eccles из русских. Это, ну, слот, луно-традиционные ориентиры, в принципе. И очень много отдельных каких-то треков у групп, там, System of the Down, у Linkin Park, у даже Limp Bizkit. Не знаю. Ну, то есть очень-очень много. А вас что вдохновляет? Ну, наверное, сложно сказать, что это именно вдохновление, но я очень часто слушаю какие-то музыкальные релизы. Именно не только в попытках расслушать музыку, впитать ее в себя, но и услышать какие-то интересные фишки, интересные приемы. То есть пытаюсь ее разбирать как музыкант. Вот. И с этой точки зрения меня может зацепить абсолютно любой стиль. То есть у меня в последнее время в Playa крутятся, например, такие команды, как Equilibrium. Это довольно тяжелый, но очень мелодичный и задорный баварский фолк Black. Это, соответственно, российская команда Good Times, которую я недавно для себя открыл. Это такие команды, как, скажем, Pendulum и The Chemists, то есть команды, которые играют полностью живой драм-н-бэйс. Вот. Даже с удовольствием скажу, что у меня даже какие-то бывают редкие хип-хоп релизы. Илькают. Вот. Я ничего не знаю, поэтому сейчас после нашей передачи пойду в интернет, как говорится, узнавать, что это было названо. Сразу впечатление. Обязательно. Ну, то есть суть в том, что можно слушать разную музыку и в каждой находить что-то, какой-то даже отдельный фрагмент отдельной песни. Не обязательно, что тебе вся группа в целом или весь альбом этой группы нравится. Но именно в этом треке, вот прямо вот это место, например, какой-то кусок песни, там, припев, он прямо настолько тебя зацепил. И ты такой, вот, хочу вот так же сделать, надо так же пробовать в этом же стиле. То есть вот. Юля, у меня такой вопрос к вам, к женски немного, да? Обычно, когда говорят рок-звезда, что обычно представляем, да? Вот, Егор, мне кажется, он такой представитель, ну, достаточно стандартный, да? Ну, то есть мы думаем, что это рок-звезда. Окей, Юля. Он выглядит так, да. Привет. Вы в вечернем платье, да? Симпатичная девушка. То есть, ну, рок-образ не совсем с вами вяжется? Или это не так? Это на самом деле все стереотипы, стереотипы, с которыми я до сих пор борюсь. О том, что рок-музыканты бухают по-черному, о том, что рок-музыканты там обязательно должны быть все там в цепях, в металле, в железе. На самом деле эти стереотипы, они вроде кажутся забавными и смешными в наше время, но они до сих пор живы. И люди, с которыми я по обычной своей жизни, не музыкальной общаюсь, они до сих пор так думают. И они тоже, зная меня, допустим, в моей рабочей жизни или там в моей личной жизни, они до сих пор удивляются, как это сочетается там рок-музыка и моя... А тут же татуировок. Да, тут же татуировок на самом деле. Почему? Вроде как же, ты же вроде рок поешь, где там твои там татухи, цепи, почему ты не с перегаром? Я не знаю. И в таком духе все. Нет, вполне все сочетается очень органично. Я считаю, что можно сейчас отойти уже вполне от этих стереотипов и делать музыку в любом стиле. То есть неважно, там, рок или это фолк, или это R&B, любые стили. Ну так сейчас все же отходят. Раньше же тоже раперы в этих трубах-то ходили, все же не ходят. Сейчас все это больше стремится к смешению стилей. То есть стараются все-таки не делать такого, что мы вот в таком конкретно стиле играем, и мы не выходим из этого стиля. Такого нет. Так же и по внешнему виду. То есть больше к свободе сейчас идет, тяготится. Может быть, немножечко тогда послушаем? Я знаю, что вы нам приготовили не одну композицию, да? Да, мы целых лет приготовили. Целых лет. Давайте тогда первую сейчас послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, аплодисменты! Один прикол, я слышал эту песню когда-то. Конечно, это же зомби! Это просто... Раньше я эту песню на концертах представляла, что это песня про нас с утра. На самом деле. Так и есть. Так и есть. Ну, как бы, это крэнбрис, это зомби, песни, которую каверят все группы, ну, реально, все группы с женским вокалом, которые играют рок, даже те, которые рок не играют. Все равно зомби, все равно зомби, все равно зомби, все равно зомби, это просто ток. Классика жанра, да, уже практически. Да, зомби нетленочка. Само собой сыграть просто. А расскажите, что сейчас нужно людям, которые приходят на концерты? Вот им нужны именно какие-то нетленные композиции, камеры, каверы, или они что-то хотят новенького от вас? Или какой-то баланс нужно найти, сочетание? Что сейчас требует современные слушатели? Сложный вопрос на самом деле. То есть, во-первых, есть, я считаю, три направления групп. То есть группы, которые чисто играют каверы, и они берут именно каверы, которые сейчас популярны. То есть та музыка, которая сейчас играет по радио, они берут ее, переигрывают, и с ней ходят уже на корпоративы, на свадьбы, на праздники. Есть группы, которые играют смешанный материал. То есть у них есть свои песни, у них есть каверы в разных соотношениях. Но это нормально, в принципе. То есть это хорошо, когда у группы есть свой материал. И не страшно, я считаю, что они разбавляют его определенным числом каверов, если это интересные каверы, хорошо сыгранные, которые знает публика. И это есть третий вид, который играет исключительно свой материал. Их немного, но тем не менее они есть, даже в Кирове есть. Я считаю, что все три подвида сейчас, они все у нас в Кирове есть. Они все востребованы в разной степени. И это здорово, что вообще у нас в целом такая музыка развивается. Даже, я считаю, довольно широко. Вот так вот. Ну, может быть, кто-то на самом деле посчитает меня оптимистом в этом. И скажет, что сейчас у нас рок вообще не в моде. И что все слушают поп, все слушают рэп и так далее. Но у нас, ну, я знаю достаточное количество хороших, интересных рок-групп, с которыми мы пересекаемся на концертах, лично общаемся. Это хорошие люди, хорошие музыканты. Они увлекаются именно этой музыкой. Я очень рада, что они есть у нас в городе, что они именно этим стилем занимаются. А вот музыка у вас сейчас это основной вид деятельности? Нет, конечно. А как вы успели? Ну, то есть, получается, хорошо успеваете встречать и работу, и музыку? Как мне здесь сказал один из знакомых, такое ощущение, что у меня в крови течет новопасти, да, и в часах, эти, в сутках 40 часов. В таком стиле. Не, на самом деле вопрос грамотного планирования. Несмотря на то, что сейчас у меня получается три проекта. Ну, допустим, даже Вега, который не требует моего регулярного участия. Ну, два активных проекта. И плюс работа, и плюс семья. Вот, это все можно успеть, на самом деле. Вопрос, просто правильно распределить свободное время. И тогда все доступно, все возможно. Везде возможно успевать. Опять, наверняка у вас есть уже какие-то поклонники, слушатели, да, которые постоянно, может быть, приходят на концерты. Были какие-то интересные, возможно, проявления вот этой любви. Спасибо за песню, спасибо за исполнение. Вот мне кажется, спросить у Егора. Трусы на сцену кидали. К сожалению или к счастью, нет. У Егора просто другой совсем стиль. Сейчас больше немножко это в топ, но просто тот стиль, которым Егор играет по строку, он не предполагает кидание трусов на сцену. Я думаю, что ни один стиль, в принципе, не предполагает трусов на сцену, это как бы не совсем, наверное. Не, ну почему, у нас есть группы, как минимум, которые, в принципе, настолько могут впечатлить вокалисты, впечатлить людей, что они могут это сделать. Интересно. Есть какие группы? Ну и все же, самое интересное или неординарное выражение любви ваших слушателей, там, фанатов? Тут, наверное, сложно назвать какую-то конкретную историю, потому что такого, чтобы вот просто въелось даже в подкорку мозга, я, наверное, вспомнить не могу. Но в голове всплывает один факт, когда мы в прошлом году нашим инструментальным проектом ездили играть в Чебоксары, тогда, к сожалению, было очень мало зрителей на мероприятиях, где мы выступали. Но все те немногие люди, которые были, когда мы вышли на сцену, когда мы начали играть, они уже к середине первого трека все подошли просто к сцене и не уходили до самого конца. Вот это, наверное, самая большая награда для музыканта, которая только может быть людьми. Да, это здорово. Завоевать, тем более, в другом городе, по-прикому, другого стоит. Кстати, про другой город немножко. В другом городе, когда ездят музыканты, люди часто приходят просто посмотреть, потому что это музыканты из другого города. Потому что они на своих уже насмотрелись. Ну и зачастую, да, интересная новая публика приходит, не такая, как в Кирове. Не, ну в Туры, или... Мы сейчас уже не про Туры говорят. Ты сейчас говоришь про Туры, я уже забыл какой вопрос. Юль, у вас было какое-то проявление любви? А, проявление любви. Фанатских поклонников. У девушек, наверное, это более распространено, да? Конечно. Девчонкам. Давайте там сфотографируемся, распишитесь. Да, собственно, далеко ходить не надо. Да, в субботу был концерт, и попросили там на руке написать хоть что-то. Я долго думала, что написать. Написала просто название группы, потому что, ну, блин, оставить свою обычную, свою роспись рабочую, это как бы немножко другое. Поэтому написала название группы, сердечки там, все, все хорошо. А так, конечно, там всякие комментарии, типа, молодцы, там, спасибо. Ну, в таком духе это, конечно, есть, это всегда очень приятно. Вам приятно, да? Конечно, безусловно. Так что, друзья, пишите больше, говорите спасибо за творчество, потому что ребята все-таки делают для вас. И мы сейчас вас еще попросим одну композицию для нас исполнить, чтобы уже всех, наконец-то, разбудить. Песня называется Radioactive группы Imagine Dragons. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА